Добрый день, мои дорогие подписчики и просто зрители! Сегодня такое небольшое видео для тех, кому интересно. Я делаю лекарство от кашля. Очень эффективное, лучше всякой химии. Значит, беру в равных пропорциях мед. Медок у меня остался еще прошлогодний, но он подойдет. И протираю через сито калинку. Но сразу обращаю внимание на то, что то, что у нас остается от переработки, вот этот вот жмых и косточки, мы их тоже не выбрасываем. А вот я их нещу вот в такую вот такую, такая кружечка у меня есть, еще старинная такая пивная, но очень иногда в хозяйстве полезная вещь. Значит, вот эта вот косточка и жмых я тоже не выбрасываю, перекладываю в кружечку. И заливаю обычной водой комнатной температуры. Заливаю водичкой. Все это перемешиваю. И этот чудесный напиток, он очень полезен. Здесь много кальция для сердечной мышцы. Но с осторожностью его, конечно, нужно принимать, у кого низкое давление, потому что оно будет еще, может, понизиться. Так, значит, немножко отойдем в сторону, отодвинем. И то, что относительно нашего лекарства от кашля. Вот у меня получилось такое пюре. Жень, ну, снимай, если взялась помогать мне. Вот такое пюре из калины и мед. Сейчас я просто это все перемешаю. Вот так вылью в баночку. Вот, видите, как раз как бы брала на глаз калина. Но получилось, что тут у меня, ну, как-то и меда, и калины более-менее в равных пропорциях. То есть вот это тщательно я все перемешаю. До однородной массы. Ой! И, конечно, не обошлось и без приключений. Вот по поводу того, кто смотрел мое первое видео. Все, сидишь дома. Ну, примерно сидишь как-то вот так. Пока готовила лекарства, испачкала шторку. Ну, что, сейчас полезу, буду снимать это все дело, стирать. Ну, и вот такое сидишь дома. Так, все везде. Протрем, чтобы у нас было чистенько. Ну, в общем, суть в том, что сейчас это я все тщательно перемешаю. Мед с калиной. И принимать, вот, я не уточнила, конечно, в каких пропорциях. Но это все можно найти на ютубе. Всем пока. Может быть, кому-то и полезно. Аминь.